Здравствуйте, Владимир Леонидович! Мы собрались сегодня с важным вопросом. Продолжается распространение стресса Пандауса Мироса 19, который охватил весь мир. Поэтому мы сегодня вместе с вами очень рады решили собраться для того, чтобы приближаются праздники на все регионы. Сейчас праздник введения ухода Господня Версалима, тем Пасха. У всех храмов наследующих у нас ведется подготовка к этим праздникам. Мы, конечно, поддерживаем этот карантин, который определял правительство, Марье и города. Мы участвуем во всех мероприятиях, которые направлены на то, чтобы ослабить эту эпидемию, чтобы она не коснулась самым малой части населения. И для этого всем миром мы стараемся преодолеть, для того, чтобы последствия этого коронавируса были незасчитаны для нашего региона и в целом для Украины. Мы понимаем, что главным священным даром в жизни является человек, который в область и подруги Божьей, и ради каждого из нас пришел Христос на землю, для того, чтобы обогатить нас, защитить нас от болезней, беда, искушения соблазнов. Но сейчас у нас уже в эти дни сначала карантина проведены, а без критерпы были очень многие мероприятия. В целом, за эти дни было оказано помощи бронетным семьям, инвалидам, переселенцам, пенсионерам в виде продуктивных наборов 2 тысячи штук, тысячи материальной помощи на 10-500 тысяч гривен. Обеды и сухие паки получают около 2 тысячи в отчетах шарелек ежедневно, в том числе совместно с рестораном «Рыба» 250 порций горячих обедов бригадам скорой помощи города Одессы и 400 порций многодетным семьям ежедневно, а также врачи и сотрудники Одесской городской детской больницы имени Резика. Медикаменты уже вжидало 18 тысяч масок. Изготовлено антисептиков в количестве 10 тысяч штук. В Одесском, Свято-Испянском, Свято-Патрибусском, Свято-Иверском, Морских Мостре, Свято-Аркангельском, Жанском Мостре представляются условия в нашем случае обострения ситуации проживания медицинских работников лечебного заведения города Одессы на период карантиновой коллекции 180 человек в Ускянском, в Иверском, по Кремо-Астариуме. Поэтому в этом перечисле распоряжение медперсонала представляется двух-четырех местных номеров. Вчера на встрече с губернатором нашей области Максимом Васильевичем английский-борцисский векарь Одесский Баки от моего имени по благословению передал 3000 тестов, которые изготовлены Бронтвейкин фонду Покров Владимира Новинского для наших опытов, для всех тех, которые дождаются помощь для того, чтобы обследовать состояние здоровья. Мы не останавливались над этим. Ежедневно от каждого прихода будут продолжаться тоже от авангард, другие тут маски будут, халаты одноразовые такие костюмы будут раздаваться. И, конечно, привязывается праздник и веру на воскресенье. Это два особых праздника, когда люди приходят на веру для осветить, на травы осветить и получить благословение для того, чтобы унести домой эти травы. И на Пасху совершить освящение традиционных куличей. Люди постятся, люди ждут этого праздника, люди хотят посвятить куличи под любыми традициями в храмах или около храмах. Поэтому мы с вами сегодня досоветуем как больше совершить то, чтобы народ не обижался и шел на Пасха вошла. Мы верующие люди, мы заботимся о духовном состоянии нашего общества, всех тех, которые населяют наш многобиллионный город, который вы возглавляете. Для того, чтобы люди не роптали карантин, это, конечно, нужно. Для того, чтобы предостеречь идею, более страшных заболеваний. И сейчас сделаем все для того, чтобы в храмы приходили люди как пацаны по весе. А президент еще раз связал, что службы на велик день будут обеспечены транспортизации, проходить по каналу. Наш там назвал и другие. Но для того, чтобы не передавать эти службы по онлайну, нужны деньги. И всякий храм может это сделать для того, чтобы осуществить это службу, помощь нам надо. Мы, Дмитрий Викторович, она сделает тоже и это прошлое служило из права. И у нас приближает этот паск, мы обращаем с письмом Одесском Одесском городе Тавкану Геннадьевичу. в месяцах локации додается что в приятии дотримования населенных норм карантинных обмежений тазовыхти храмов. А вот в самих храмах, возле храмов ничего не будет освящаться? Возле храмов тоже будет освящаться, да. В каждом храме остается освященник, а клиники храма, то есть другие освященники, расходятся по адресам, именно в целях, чтобы не было освященников. Я думаю, там они в 7 часов, что в 7? С 8 до 12. В службе закроются в 4 утра, и что в 7? Люди будут стоять в паск, поэтому нам начинать сразу с полканого расставлять людей на улице где-то не в 7 часов. Ваше языковое священство, мы исходили из того, что наплыв тех, кто не приходит на службу, он с 7 до 12 часов дня. Вот они будут до 12. Если будете все соберутся, то это будет толпа. Нельзя трупы, сейчас сразу распределить, они идут там становятся по одному годному дежурных, поставить волонтеров, чтобы на расстоянии полтора метра как положено они ставили свои кошки для того, чтобы их более осветить. А если в 12, то это будет толпа и бессилковая. Так будет поупрощенной как Бог Богосовет начался сами докатились в храму Мариту всегда была и чума вода еще была и холера в 70-м году. Молились во всех храмах и мы сейчас молимся. Ежедневно читаем молитву литургии от коронавируса. вечером вечером в монастыре читается наша молитва братья Митрия Олега и все писты для того, чтобы люди находящиеся дома тоже молились, чтобы эта эпидемия обошла бы на наш страну, на наш город и на наш регион. Поэтому сейчас будет сокращена служба на Пасху, она уже не будет такой же. И нам рассчитывать не носил, она на пол прятала. Броссветила. Она будет подходить к нас постепенно посетили и идите. Постепенно и идите. У нас есть к вам в связи с этим просьба, чтобы районным администрациям у каждого есть список ОСМД, ЖЭКов, чтобы мы придадим кратенькое обращение и чтобы они получили, каждый получил адреса локаций. Сегодня у жителей домов каждого из группы свои в вайбере, ватсапе, чтобы они таким образом известили жителей о том, что рядом с их домом в таком-то месте под какому-то адресу будет находиться священие, который будет освящать пасхальные приношения и время укажет. Поним. Есть. У меня есть. Может время? Ну мы изменим. Мы себя раченируемся. Владимир, я хотел что сказать. Дорожаем друзья. Очень рад сегодня находиться у Дыков вас. Ваши обители. Действительно, сегодня жизнь несла свои правки, свои коррективы в то, что происходит в нас. И мы говорим сегодня впервые. я за свою небольшую историю. Вы больше знаете, когда мы впервые церковь говорит находиться дома. Но это испытание для нас всех. Я думаю, что мы достойно его пройдем. Это только укрепит нашу веру, только укрепит нас и мы поймем насколько хрупок мир и насколько нужно беречь его. Мое убеждение в том, что внутреннее оно идет отсюда, в том, что все, что сегодня происходит в Одессе, та ситуация, которая на сегодняшний день есть, это благодаря нашим молитвам она сегодня сдерживается. В нашей работе совместно и молитве. Выка, сегодня у нас в нашей инфекционной больнице находится 32 человека, которые подтверждены диагнозом. Из них три человека средние тяжелые, то есть более тяжелые. Но это состояние у этих заболевших. Почему тяжелое? Потому что эти пациенты, у них сопровождается инфекция коронавируса, сопровождается еще и теми болезнями, которые они приобрели ради. Это и сахарный диабет и другие. Но ни один из этих тяжелых в тяжелой форме, которые переносят эту инфекцию, они не подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. А когда что это значит? Что у них состояние, которое сегодня контролируется. Подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких, только когда уже человек сам самостоятельно дышать не может. Это уже тяжелая форма. У нас пока таких случаев здесь нет. Мы, Владыка, смогли одними из первых в Украине закупить английские тесты 10 тысяч, которые подтвердили, что они действительно точные, точные. Потому что до этого экспресс-тесты, которые были, вероятность была очень маленькая узнать правду. поэтому много было ложных тестов. Я что бы хотел просить, Владыка, и просил бы вас, чтобы мы с вами, сегодня мы на рабочей встрече, сейчас дальше проговорим все нюансы, зададим вопросы. Но у нас создана в Одессе городская комиссия по техно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации. я попросил Владыка, ну вас, конечно, или кого вы назначите, кого вы поручите, чтобы мы встретились прямо на этой комиссии. Она проходит в городе, в большом зале с соблюдением всех мер безопасности. Мы подготовим с вами это все в электронном виде, выведем на карту и я попросил, чтобы кого вы скажете, тот пришел бы к нам и доложил на комиссии, как мы предлагаем православным людям встретить наш светлый правиль. Это было бы правильно, чтобы там присутствует и национальная полиция, и патрульная полиция, все службы, районы администрации. Мы четко проговорим с вами каждый пункт, как это все будет происходить. Мы действительно должны стать сегодня такой консолидирующей и поскольку количество приходов несоизмеримо наших несоизмеримо и креста верующих. Поэтому основное, конечно, задать тон в этом во всем. Я, конечно, Владыка, просил бы вас в этом оказать такую помощь, наставление, поскольку вы знаете, как это все нужно организовать. Спасибо, наукряжаемый Айной Леонидович, за то, что вы сегодня оставили свои государственные дела там, в Одесской мэрии, привлечи к нам в обитии для того, чтобы обсудить тоже непростой вопрос, который касается жизни многомиллионного города, в котором проживают многие национальности, национальности и вновь конфессии. И вопрос, в котором у вас собрались очень важны. Это вопрос жизни каждого из нас, потому что от каждого нас сейчас зависит как мы организуем проведение этого карантина, которое направлено на то, чтобы как меньше людей бы заболел этой страшной эпидемией, вы многолетние, мы много делают для города, строите, соседаете, народ знает вас как мэра своего, и вот особенно поздравился всегда деятельность старости деятеля, когда постигали какие-то испытания, скорби, и сегодня истит эта война, война, которая вырушает экономику, вырушает строй общественный, который связан с гибелью людей, и слава Богу, в нашем регионе пока нет ни одного в городе нет детального случая, зарегистрировано, там 26 работают, люди находятся под наблюдением, и то, что вы сегодня сказали, мера, которую принимаете, и врачебный персонал, и все те средства, которые направлены для того, чтобы лекарства, аппараты облегчить состояние людей, которые подвергнутся этой страшной эпидемии. Мы благодарны вам за то, что вы делаете ежедневно, ежечас, за то, что вы сегодня обсуждаете вместе с представителем украинского православного цикса, большой конфессии в Украине и в городе Одессе эти острые вопросы. Мы все должны объединиться сейчас, и правые, и левые, должны позабыть обиды, и сострадание, милоседия, доброта, любовь, даже быть нашими спутниками. Я от всех нас хочу пожелать еще огромного человеческого счастья. Пусть Господь не оставляет без своей милости, игумия нашего города в чудном качестве польском образе защитит нас. Не один раз спасал этот город в годы Крымской войны, в годы когда лера была, и чумата была, чтобы никогда не возвращались в наш город, и наш регион, и наш область. Пусть сказать также пару слов о завершении нашего рабочего совещания. Вот я хочу поблагодарить вас, всех присутствующих здесь, за те молитвы, которые звучат утренние, вечерние, те молитвы, которые сегодня помогают нам преодолеть это тяжелое время. Я знаю, что вы совершили объезд нашего города с молитвами, огромное вам спасибо, это знают одесситы, и надеются на то, что и медики сработают в этом. Я уверен, что мы вместе покажем пример христианской дисциплины, соблюдение всех карантинных мер, и сможем, соблюдая все меры, которые сегодня приняла государственная служба, государственная структура, соблюдая все-таки встретить светлый праздник с молитвами и порадоваться вместе, порадоваться, даже пускай в это сложное время. Я уверен, что мы всегда, как всегда, будем вместе и справимся. Спасибо вам огромное, Владыка, за ваше время и за то, что вот так абсолютно по-военному организовали все правильно, для того, чтобы предоставить людям возможность вознести свои молитвы, порадоваться и в то же время сохранить люди, их здоровье. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо.